Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Проснулась час назад, но никак не могла собраться с силами и встать с кровати. И даже сейчас сижу на кровати. Посмотрите на состояние моей кожи. Вот я не пойму, иногда я просыпаюсь, я просто кайфую от состояния своей кожи. У меня такое ощущение, что я уже накрасилась тональным. А иногда вот так вот просыпаюсь, и у меня все лицо в пятнах. Вроде уход один и тот же, ем тоже плюс-минус одно и то же. Почему так происходит, не знаю. А время-то уже почти 11. Как-то очень долго я делала макияж. Вот такой он у меня получился. Стрелки вроде как одинаковые. Снизу здесь накрасила немножко тенями. Вроде как нормуль. Он утром такой ласковый, когда голодный. Как только покушал, все, дела до тебя нет. Лежит под кондиционером и все. Знать тебя не знает просто. Приготовила вот такие клап-сэндвичи. Здесь еще должны были быть листья салатов, но они оказались горькими. Не знаю, с чем это связано, поэтому без них обойдемся. Я тут помыла кисти, которые у меня каждый день в использовании. Стараюсь через день их всегда мыть. И постараюсь сделать порядок в своем комоде. Вот сколько ни стараюсь соблюдать порядок. Вот такой у меня вечный бардак. Надо менять себя, менять приоритеты и ставить все вещи на места. Учить себя, ставить все вещи на места. Постелила здесь обычную бумагу А4. Да-да-да-дам. Посмотрите, какая чистота, красота. Как здесь белым. Аккуратно даже место осталось. И надо бы научиться соблюдать этот порядок. Погода, конечно, на улице просто супер. Такой ветерочек дует. Прям холодный. Мне не сидеться дома. Пойду-ка я, пожалуй. Знаете, какой у меня косяк? У меня очень много платьев коротких. Но у меня нету шорт. А по идее в Баку постоянно ветер. И в таком платье в ветреную погоду будет очень сложно. Нужно будет постоянно поправлять платье. Даже не поможет поправление. Вот это платье я очень люблю. А я хочу сделать фоточки для инстаграма. В чем-то интересно. А шорты? У меня, по-моему, только одни шорты, если я не ошибаюсь. Надо бы заказать или купить на распродажах. У меня много одежды, но ношу я плюс-минус одно и то же. Поэтому сегодня хочу надеть что-то такое, что я не носила до этого, что у меня просто висит в гардеробе. Хочу выгулить сегодня. И все-таки я остановилась на этом платье. Его я носила позавчера и последний раз, когда покупала себе квартиру. Когда я ездила на оформление, поэтому это удачное платье. Наденем его. Я хотела побрызгать лаком, но мне настолько понравились эти легкие кудри, что я оставлю прям так. Очень красиво. Даже не буду пшикать лаком. А то они потом слипнутся. Так намного лучше. Мои девочки из инстаграма посоветовали мне посетить Халикарнас. И именно поэтому мы сегодня направляемся туда. Изначально мы хотели посидеть на улице, но нам сказали, что из-за ветреной погоды на улице посидеть не получится. Обслуживание там закрыто. И предложили нам посидеть в беседке. Я не поняла прикола, почему надо именно садиться в беседку. Если обслуживания нету, то нет обслуживания и беседки, и обычного столика на улице. А если есть, почему нельзя посидеть за обычным столиком. В общем, администратор был крайне странный. Очень своеобразный. Мне он вообще не понравился. Но зато мне очень понравились официанты. Парни просто на высоте выполняли свои задачи. Сразу наливают тебе воду, как только ты заходишь. И это очень круто. Нигде, кроме этого заведения, я такого не видела. И это мне безумно понравилось. Куда бы я ни шла, как вы знаете, везде я заказываю Цезарь. Здесь он выглядел немножко необычно, но на вкус это было просто нечто. Нереально вкусно. Еще мы заказали вот такие соусы. Это к шашлыку. Еще лимон и хлеб. Шашлык мы взяли. Это люля и ткя, и немножко лука. Все было очень вкусно, хорошо прожарено. В общем, я осталась довольна. Особенно ткя был такой сочный, хорошо прожаренный внутри. В общем, все было просто на высоте. Я шашлык люблю. А так, в общем, я советую посетить это заведение тем, кто очень любит рыбу и морепродукты. Потому что в основном меню составляла рыба. Я, если честно, рыбу не очень люблю. Особенно, как ее готовят в ресторанах. То есть, я не особый любитель этого всего. Поэтому мне очень сложно было что-то выбрать из меню. Я вообще изначально не знала, что здесь такое меню. Но хорошо, что посетила, потому что здесь очень атмосферно. Такое ощущение, что ты находишься на подводной какой-то лодке. Посмотрите, как красиво. И очень мало людей, не шумно. Это очень радует. То есть, можно посидеть, поболтать. То есть, нет такого ощущения, что ты прям в какой-то пивнушке сидишь. В каком-то баре, так скажем. Еще плюс есть место, где можно прогуляться. Там еще есть бассейн. Но сегодня погода была ветреная. Поэтому сегодня, к сожалению, в бассейне не покупаешься. И солнышко еле выглядывало. Но для прогулок прям идеальная погода. Прям самое то. Хорошо, что сегодня решили как раз-таки в бассейн, в аквапарк не идти, а просто прогуляться и провести вот так вот время. Вообще ресторан очень красиво оформлен. Например, вот этот корабль был безумно в тему. Когда выходишь из заведения, здесь такое зеркало и офигенный корабль. Конечно, ветер сделал свое дело и сделал мне прическу. Растрепал всю голову. Я сделала кудри локон, но от них ничего не осталось. Я уже пришла, поднимаюсь наверх, выложила для вас в инстаграм фоточку. Такая классная фоточка получилась. Ветер прям сам сделал эту фотографию, вот реально. И видоизменил мое платье, видоизменил мою прическу. И фотка получилась очень классная. Спасибо всем огромное за ваши лайки. Я стараюсь. Зашла домой и первое, что я вижу... А вот второе, что я вижу. Первое, что я вижу, вот такие полотенца. Мама купила новые. Это для тела, мам? Ой, какой узорчик красивый. Какие цвета насыщенные, посмотрите. Мама обожает домашний текстиль, посуду. Сколько бы ни было, она все равно покупает. Ой, зеленый какой классный. И такие еще приятные, приятные на ощупь еще. На видео кажется зеленые, кстати. Немножко искажает изображение видео. И еще носочки. Это кому? Это что? Это что? По выгоду, я не попалюсь. По выгоду. На сколько стоили носочки? Ой, не помню. Я тут читаю комментарии. И девчонки пишут, что, Айка, как-то странно. У тебя влоги заканчиваются, резко обрываются. И я просто не могу с вами не согласиться. Потому что вы на 100% правы. Действительно так происходит. Вы знаете, у меня есть такая привычка, что ли, сказать. Не знаю, как это называется. Например, я снимаю влог. Я уже отсняла вроде бы все, что я хотела. И уже прощаюсь. Снимаю для вас небольшой кусочек. Спасибо, что посмотрели это видео. Огромное спасибо вам. Ставьте лайки, подписывайтесь и так далее. Выключаю камеру. Лежу, например, минут 5. И такая думаю, блин, можно было еще это снять. То снять. Третье, десятое снять. И потом я думаю, блин, я уже попрощалась. Потом придется опять прощаться. И поэтому я концовку всегда оставляю на последний момент. И потом забываю снять эту концовку. А потом, когда монтирую, это уже, как правило, следующий день. Просто прощаться уже на следующий день или через день, как-то, мне кажется, не очень целесообразно. Хотя, наверное, так и надо делать. И вот многие пишут здесь в комментариях. Я вас прекрасно понимаю. Но это, наверное, больше привычка какая-то. Обычно влог, если даже он короткий. Я стараюсь каждый день один влог. Ну, максимум там бывает иногда редко, когда я снимаю два своих дня. А так, в основном, всегда это у меня один день. Впредь буду стараться с вами прощаться. Я вас всех очень сильно люблю. Но когда это происходит резко, просто поймите меня и простите. На этом все. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова